Всем привет! Меня зовут Сергей Гусев. Добро пожаловать на мой канал. Я продолжаю говорить о рисунке, живописи и композиции. И сегодня я покажу, как написать портрет маленькой девочки маслом на холсте. Я не собираюсь делать подготовительный рисунок и подмалевок. И сразу начну с прописки, используя все краски с моей палитры. Но прежде чем я начну, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Также подпишитесь на мой аккаунт в Facebook и Instagram. И не забудьте посетить мой сайт. Итак, если вы готовы, то давайте начинать. Итак, давайте посмотрим на мою палитру. Вы видите, что у меня всего лишь 7 красок на палитре. Как правило, я использую ограниченную палитру. Это титановые белила, кадмий лимонный, кадмий красный, жженая сиена, охра, натуральная умбра и ультрамарин. Итак, давайте смешаем охру, умбру и добавим немного сиены с жженой. В качестве разбавителя я использую пенен без запаха. И также широкую щетиную кисть для первоначального наброска. Так как в этом видео я не делаю подготовительный рисунок и подмалевок, то я начинаю сразу писать, используя все краски с палитры. Но для начала просто наметим композицию. Намечаем общий силуэт головы, шеи, плечи. Намечаем силуэт всей фигуры в целом, несколькими линиями. Пока мы не думаем о деталях и больше думаем пятном. Можно добавить немного больше жженой сиены и немного больше разбавителя. Так будет удобнее писать пятном. Можно подключить фон, сразу окружить голову. Немного рисуем, уточняем форму. Сразу подключаем тень на лице, шее. Так как мы не делаем подмалевку, то можно уже в самом начале использовать белило. И смешать цвет для световой части лица. Если вы смотрели мои предыдущие видео, то вы помните, что в начале я не рекомендую писать детали. Постарайтесь начинать от больших пропорций и композиций. То есть убедитесь, что голова у вас не слишком большая и не слишком маленькая. И находится ближе к центру холста. Как только вы убедитесь, что композиция достаточно удачна, пропорции верны, то можно начинать намечать детали головы. Глазницы, нос. На данном этапе мы не рисуем, мы работаем пятном. И когда мы не делаем подготовительный рисунок, то мы не думаем о деталях вообще. Ими мы будем заниматься в конце. Более внимательно их рисовать. Когда мы уже верно возьмем тональные и цветовые отношения. Сейчас мы думаем просто о цветах и тенях. И пишем большими пятнами. Помните, что в данном случае у нас свет будет холодный. Соответственно, световая часть будет также холодной. А тень будет теплой. Кроме того, у нас есть достаточно сильный и очень теплый рефлекс в тени. И в данном случае очень хорошо видна разница между светом и тенью. Свет очень холодный, такой голубоватый. Будем использовать ультрамарин. А тень достаточно теплая. Там есть и охра, и где-то немного больше жены сиены. Вот сейчас я намечаю цвета на поверхности лба. На фронтальной и боковой плоскости носа. Они очень холодные. Я смешал белило. Добавил кадмий красный, ультрамарин. И совсем немного кадмия лимонного. Я по-прежнему использую широкую щетинную кисть. Ей достаточно удобно писать в самом начале. Закрывать большие плоскости. Я не люблю начинать писать синтетикой, потому что синтетика очень сильно смягчает мазки. Затушевывает границы между плоскостями. А вначале нам важно писать достаточно грубо, чтобы была понятна вся конструкция. Где-то можно поработать тряпкой, немного размазать фон. Держите его в пятне. Сразу начинаем намечать более сильные тональные акценты. Это ноздри и глаза. По-прежнему не увлекайтесь деталями. Начинающие обычно любят зацепиться за какую-то деталь, срисовать ее, и потом, когда они начинают работать над другой частью, то выясняется, что она находится не на своем месте. Все-таки заканчиваем детали мы в конце. Мы не начинаем с того, что мы заканчиваем какую-то деталь. Мы начинаем с больших отношений, больших цветовых и тональных пятен. Немного намечаем глаза. Также просто в пятне. Где-то работаем над окружением. Вначале мы работаем на всей поверхности холста и не концентрируемся на каких-то отдельных деталях. Обратите внимание, что дальняя поверхность щеки и скулы будет теплее, несмотря на то, что она в свету. Но она будет теплее, потому что она дальше от источника света. А ближние к свету поверхности щеки и скулы будут очень холодные. Включаем глаза, тени. Я не использую разбавитель на данном этапе. Вообще не люблю использовать растворитель. И, как правило, использую его в самом начале, чтобы наменить композицию и изложить большие прозрачные пятна. И, как правило, я использую немного в конце, когда надо закончить небольшие детали. Это очень удобно. Порисовать их тонкой кистью с использованием разбавителя. Сейчас я корректирую форму глаз, губ. Уже более внимательно работаю над деталями. Но по-прежнему держу все это в пятне. Не концентрируюсь на какой-то одной детали. И уже более внимательно начинаю работать над сходством. После того, как вы поработали над лицом, можно перейти к фону. Немного затемнить его. Поработать над окружением. Можно смешивать краску практически прямо на холсте. Широкой кистью. Добавьте охры, жженые сиены. Немного ультрамарина. Достаточно пастозно. Как я говорил в начале, мы можем немного усиливать цветовые и тональные отношения. Потому что, как правило, особенно начинающие любят немного загрязнять цвет. Поэтому имеет смысл писать более чистыми цветами в начале. Поэтому можно сделать тень даже ярче, чем она есть. Добавить побольше охры и кадмилемонов. И в конце, если она будет смотреться слишком ярко, мы всегда можем пролессировать ее. И таким образом она станет немного темнее и менее яркой. Когда вы работаете над фоном, то очень важно не просто писать его оторванно от головы, а, во-первых, корректировать форму головы, корректировать силуэт. И, во-вторых, смягчать края форм. То есть постарайтесь, чтобы ваша голова не выглядела слишком вырезанной. Чтобы края не были слишком жесткими. Все-таки помните о том, что есть воздух, который окружает форму. И есть пространство, в котором эта форма находится. И по мере удаления от нас края всегда будут смягчаться. Мы не можем писать нос, который находится на первом плане, и волосы, которые находятся на заднем плане, одинаково остро. Нужна определенная мягкость, чтобы края, границы формы таяли, списывались с фоном. Тогда у нас будет создаваться убедительное ощущение пространства. Если вы посмотрите работы больших художников, старых мастеров, или мастеров второй половины 19-го, начала 20-го века, то вы увидите, что писали они очень мягко. И практически избегали жестких касаний. Может быть, иногда это было в глазах, потому что это достаточно важная деталь. И внимание концентрируется вокруг этой детали. Но все окружение, касание формы с фоном, писалось всегда очень мягко. Буквально списывалось с фоном. И таким образом мы лучше воспринимаем первый план. И самые главные детали головы. А все, что второстепенно, можно писать очень мягко. Особенно границы, края формы. И многие начинающие пишут их достаточно жестко. Буквально вырезают контур. И это смотрится как аппликация. Как наклеенные на холст изображения. А мы должны создать трехмерные изображения. На двухмерной плоскости холста. И для этого надо использовать определенные приемы. Также замечаю одежду широкой плоской щетиной. И начинаю с теней. Всегда удобнее писать от темного пятна. Темно, как правило, глаз воспринимает лучше. Проще. Понятнее цвет. Поэтому всегда имеет смысл начинать с теней. Особенно это касается лица. Я все время говорю об этом. Что очень сложно брать к белому холсту светлые полутона лица. Поэтому имеет смысл окружить голову темными оттенками. Это может быть фон, одежда, волосы. И потом уже подбирать светлые полутона. Это также касается и одежды. Попишите тень. Потом к ней будет легче привязать свет. Хотя, опять же, всегда удобнее работать практически в одно и то же время над цветом и тенью. Не надо думать, что вот сейчас я напишу тень, закончу ее, найду все рефлексы в тени, смягчу края, а потом привяжу к ней свет. Постарайтесь намечать и закладывать большие пятна, большие мазки практически в одно и то же время. Потратьте минуту-две на тень и тут же напишите рядом свет. Буквально 2-3 группы пластозных мазка достаточно, чтобы мы увидели уже тон и цвет. Насколько мы правильно взяли тон. Насколько форма темнее или светлее. Насколько будет темнее тень и светлее свет. И то же самое с цветом. Тень у нас всегда будет теплее при холодном источнике света, а свет холоднее. Это надо видеть, эту разницу тональную и цветовую. Конечно, проще видеть, когда у нас есть сразу на холсте рядом пятно тени и пятно света. Сейчас у нас уже основная часть работы подходит к завершению. Мы заложили композицию, пропорции наметили. Достаточно плотно нагрузили цвета, поработали над тенями. У нас уже есть большие тональные отношения. И сейчас уже можно больше времени посвятить сходству, отрисовыванию деталей, коррекции формы. И сейчас мы этим займемся. Сейчас я немножко работаю над глазами. Намечаю радужную оболочку. Зрачок. Рефлекс в радужной оболочке. Можно взять более мягкую, тонкую синтетику. И заняться рисованием. В своих видео я много раз говорил о том, как рисовать глаз, как писать глаз. И, наверное, повторюсь в этот раз так же. Глаз – это очень сложная форма. Наверное, это самая сложная форма в голове, в портрете. Это достаточно сложная и выразительная деталь. И, конечно, когда мы пишем глаза, то нужно хорошо понимать, из каких деталей состоит эта форма. Потому что, если мы будем срисовывать, то ошибки будут постоянно возникать до тех пор, пока мы не поймем конструкцию. Как правило, чтобы понять конструкцию, надо делать достаточно большое количество набросков и зарисовок. И очень часто начинающие рисуют глаз со слепкой скульптуры Давида Микеланджело. Это достаточно большая форма, и там хорошо видны все детали глаза. Есть и радужная оболочка, и зрачок. В целом, хорошо читается шарообразная форма глаза, конструкция глазницы. Поэтому, как правило, в художественных школах это достаточно базовое задание, перед тем, как вы рисуете портрет. Изучить детали гипсовой головы. Сделать длительные рисунки и короткие зарисовки. Анатомический разбор и так далее. То есть, если у вас есть какие-то вопросы, то, конечно, вы можете взять книгу по анатомии, прочитать ее, понять анатомию глаза. Но вы не научитесь рисовать таким образом. Чтобы понять, как изображать глаз, вам надо именно рисовать. Рисовать этот слепок в разных ракурсах. С разным светом. Это очень интересное задание. И, в общем-то, можно купить этот слепок. Он не стоит больших денег. И также другие части лица. Это окажет вам огромную помощь в изучении анатомии, пропорций. И все большие художники начинали с того, что рисовали гипсовые модели. До того, как рисовать живую форму. Это понятно, потому что цвет гипсовой головы все-таки белый. И все тональные изменения очень хорошо видны. Даже самые маленькие изменения очень хорошо читаются. Когда же мы рисуем живую голову, то тут возникает цвет, выражение лица. Модель постоянно двигается. Даже если вам позируют, все равно положение головы несколько изменяется. Выражение лица изменяется. И немножко сложно начинающим схватить сходство, пропорции, цвет, тон. Поэтому рисуют сперва гипсовые головы, которые освещаются постоянным светом. Форма вообще не двигается. Все это очень постоянно. И можно потратить большое количество времени, чтобы рисовать эти гипсовые слепки. Поэтому, если есть возможность порисовать, или хотя бы сходить в музей, найти там какие-то скульптуры. Не обязательно гипсовые, можно мраморные. Там, где нет цвета. Где надо думать только о тоне, конструкции, которая очень хорошо читается в гипсовых головах. То это было бы очень хорошее и полезное задание. Потому что мы все-таки учимся из опыта. Мы можем смотреть картины, читать книги. Но чтобы научиться рисовать, надо рисовать вам самим. Ближе к концу я уже корректирую какие-то незначительные детали. Полутона. Смягчаю дальние касания. Также не забывайте, что в конце очень важно поставить тональные акценты. Не надо бояться тональных акцентов. Начинающие, как правило, боятся их. Но тон очень важен для создания объема и пространства. Помните, что тени будут всегда темнее, чем цвета. И разница эта очень хорошо заметна, даже если у нас не направленный солнечный свет, а рассеянный. Эта тональная разница всегда очень хорошо читается. Поэтому в конце убедитесь, что эти акценты существуют. Убедитесь, что тень в глазинце будет одна из самых темных. Потому что она ближе к источнику света, чем остальные тени. Убедитесь, что тени в ноздрях достаточно темные. Свет туда практически не проникает. В конце просто проверяем все. Проходимся по всей поверхности портрета и холста в целом. Ищем какие-то недочеты в плане сходства. Где-то смягчаем форму, там, где она удаляется от нас. Помните, что нос всегда на первом плане. Все остальные части головы будут немного удалены от нас. Соответственно, пишем их более мягко. Также не забывайте, что важно наличие не только темных акцентов, но и светлых ударов, бликов. Или просто светлых полутонов. Как правило, они будут на поверхности лба, потому что лоб очень близок к источнику освещения. А источник света у нас сверху и сбоку в данном случае. Поэтому у нас еще будет достаточно хорошо освещена скула, ближняя к свету. И фронтальная, и боковая плоскости носа. В самом конце можно поработать более внимательно над глазами. Нарисовать радужную оболочку, рефлекс в радужной оболочке. Помните, что контур радужки будет темнее, чем ее внутренняя часть. Также, когда будете ставить блики в глазах, не забудьте, что они лежат на поверхности роговицы. Роговица – это такая куполообразная форма, надстройка над глазным яблоком. И блик падает именно на нее. Не на зрачок, не на радужку, а именно на роговицу. Поэтому блик всегда будет острее. Его границы будут очень четкие. Потому что, во-первых, он ближе к нам. Зрачок и радужка находятся в глубине. И, во-вторых, потому что поверхность роговицы глянцевая. А блики на глянцевых поверхностях всегда имеют очень резкие, четкие контуры. Если мы посмотрим, например, на лоб, то там также есть блики. Но они вообще незаметны. Потому что они матовые. Они очень плавно сливаются со светлыми полутонами. А блики на глянце в плоскостях очень четко читаются. Поэтому они всегда такие яркие, острые. И границы очень жесткие. Уже в самом конце я работаю только синтетикой с заостренным кончиком. Ей очень удобно именно рисовать какие-то самые маленькие нюансы. Я думаю, что после того, как мы поработаем над глазами, этот портрет уже можно завершать. Конечно, мы можем всегда найти какие-то другие детали. Но помните, что мы создаем не копию, а художественное произведение. Поэтому нам очень важно сохранить некоторую свежесть и незавершенность. Где-то оставить пятно. И не срисовывать абсолютно все, что мы видим. Продолжение следует... Сейчас можно посмотреть поближе текстуры. Посмотреть, как расположены мазки на поверхности холста. Я думаю, достаточно интересно рассматривать такое приближенное изображение. Вы видите, что слой везде достаточно плотный. И я думаю, что на этом этапе можно завершить работу над портретом. Я желаю вам удачи в вашем творчестве. И до скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...